Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить брюки из эко-кожи по выкройке из журнала бурда. У меня номер за 2019 год номер 11. Я взяла вот такую простую модель брюк. Также брюки по бурде я также шью первый раз и мне было сложно определиться с размером. Я померяла свой объем бедер и у меня получается размер между 36 и 38 и я все-таки выбрала 36 размер и по нему я буду шить вот эти брюки. У меня вот такая эко-кожа это стопроцентный полиэстер внутри такая тканевая основа и она также немного тянется эко-кожа. У меня всего метр этой ткани и мне необходимо вложиться в этот метр. Для начала я перенесла выкройку на прозрачную бумагу и вырезала. У меня получается две детали брюк передняя и задняя и также две детали карманов. Теперь я перенесла выкройку на ткань. Также добавила по всем срезам по одному сантиметру на припуск. У меня получается впритык, остается небольшой кусочек как раз для пояса. Пояс я сделаю немного уже, не так как написано в инструкции по журналу. У меня не хватает просто ткани, поэтому я сделаю его немного уже. Теперь вырезаю детали брюк и вырезать я буду ножницами зигзаг. Я уже подготовила все детали. У меня получается две детали переда, также две детали задней части брюк, четыре детали кармана и пояс. Теперь продублирую вход в карман на одной половинке передней части брюк и на другой. Теперь складываю мешковину кармана и переднюю часть брюк лицом к лицу, скалываю по срезу входа в карман, скалываю по срезу входа в карман и стачиваю на швейной машине и точно также на второй половинке брюк. Также, прежде чем начать работать с эко-кожей, я попробовала проклеить, продублировать ее, также пробовала приклеить паутинку, делала проколы и иглами разной толщины для того, чтобы не испортить эко-кожу, когда я уже буду непосредственно шить из нее брюки. У меня есть вот такая шагающая лапка, также иглы для кожи, эко-кожи и замши и я попробую, если у меня не получится шить обычной лапкой, то я тогда буду применять лапку для эко-кожи. Также я попробовала шить иглой для стрейчевых тканей и для кожи. У меня игла для стрейчевых тканей тоньше, чем игла для кожи, поэтому я все-таки буду шить ей. Вот так я прошила небольшой отрезок, сложила эко-кожу пополам и попробовала прошить обычной лапкой также и иглой, как я уже сказала, для стрейчевых тканей. Попробовала проложить строчку и вот, что у меня получается. В принципе получилось неплохо, поэтому я так все и оставлю и буду шить этой лапкой и буду шить этой иглой. Я уже пришила мешковину кармана, теперь отворачиваю ее на изнаночную сторону, также необходимо немного приутюжить этот шов и теперь прокладываю строчку на ширину лапки по лицевой стороне и точно также на другой половинке брюк. Вот так у меня получилось. Теперь прикалываю бачок кармана, стачивать буду на швейной машине, а затем обработаю на оверлоке. вот так у меня получилось. Я обработала карманы на оверлоке. Теперь карманы готовы и теперь буду сшить сами брюки. Карманы у меня уже готовы, теперь складываю переднюю и заднюю часть брюк лицом к лицу и скалываю по боковому срезу. Скалывать также необходимо как можно ближе к краю для того, чтобы не оставались проколы от булавок. Вот так я уже сколола и теперь стачиваю на швейной машине. И точно также беру две другие половинки брюк, также скалываю по боковому срезу и стачиваю на швейной машине. Продолжение следует... После того как я стачала боковой срез, теперь буду разутюживать припуски. Разутюживать я буду также через хлопковую ткань с изнаночной стороны и затем также с лицевой стороны. Припуски разутюживаются хорошо и поэтому у меня с этим в принципе не было проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того как разутюжила припуски, теперь буду стачивать шаговый шов. Скалываю также по краю булавками и буду сшивать на швейной машине. Я стачала шаговый шов на одной половинке брюк и также стачиваю на второй половинке брюк. Теперь после того как шила, также разутюживаю припуски через ткань горячим утюгом с паром. Разутюживаю припуски, чтобы было аккуратно также с изнанки и с лицевой стороны. У меня уже готовы две штанины, теперь вкладываю одну штанину в другую. Одну выворачиваю на изнаночную сторону, вторая на лицо. Вкладываю одну штанину в другую, вкладываю одну в другую. Совмещаю шов шаговый, также совмещаю по среднему срезу. Скалываю булавками и буду сшивать на швейной машине. Закрыстки Jefx после того как сначала средний шов также разутюживаю припуски вот так у меня уже получилось теперь мне необходимо заложить складки по инструкции написано что складки необходимо заложить вовнутрь я померила мне кажется что все таки я их заложу лучше я их заложу в разные стороны так мне больше нравится теперь закладываю складки и прошиваю на швейной машине теперь мне необходимо подготовить пояс я уже вырезала полоску нужного размера теперь ставлю отметки нахожу середину делю пояс пополам нахожу середину также ставлю отметки для того чтобы пришить резинку я буду внутри пояса пришивать резинку чтобы она не двигалась теперь также поставил отметки на резинке разделила на несколько частей пояс и резинку теперь прикалываю резинку по отметкам поясу прикалываю также чуть ниже середины и буду притачивать на швейной машине. Также немного резинку растягиваю и пришиваю от отметки к отметке. Вот так я приколола уже резинку и теперь буду пришивать ее на швейной машине. Шов будет находиться с внутренней стороны пояса и его не будет видно. На поясе я не буду делать вставку, которая идет по инструкции в журнале, а сделаю один цельный пояс. Я пришила резинку, теперь складываю пояс лицом к лицу и стачиваю по короткому срезу. Теперь складываю пояс пополам и скалываю по отметкам булавками. Также я сметала пояс по краю для того, чтобы было удобнее его пришивать к брюкам. Теперь прикалываю также по отметкам пояс к брюкам и притачиваю на швейной машине. Пояс у меня уже готов и мне теперь осталось обработать низ брюк. Подворачиваю низ брюк во вновь, и проклеиваю паутинкой. Вот такие у меня получились брюки. Это был мой первый опыт пошива одежды из эко-кожи. Также по выкройке журнала Бурда брюки тоже я шила первый раз. В принципе выкройка неплохая. Сели также брюки хорошо. Шить эко-кожу было не сложно. Сложнее, как я уже сказала, было определиться с размером. Мне не хотелось, чтобы брюки были сильно большие. Поэтому я все-таки взяла 36 размер и в принципе довольно комфортно. Они не широкие, не узкие. Как раз я думаю, что мне будет удобно в них ходить и я буду носить их с удовольствием. Если вам понравилось видео, поддержите меня пальцем вверх. Также подписывайтесь на канал, жмите на красную кнопку внизу, если вы еще не подписаны. Будут вопросы, пишите мне в комментариях, я на них отвечу. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok